Добрый день! В студии Евгений Касьянов, в аналитической программе «Давайте разберемся». Наша страна является, наверное, чемпионом мира по проведению кинофестивалей в разных городах, ну а также по проведению различного рода экономических форумов. Каких только нету их в последнее время. Это Сочинский экономический форум, Красноярский экономический форум, Краснодарский экономический форум, Екатеринбургский, Байкальский, Дальневосточный. Ну вот в Дальневосточном, там даже отделение есть, где и Чита участвовал в этом году. Ну а самым основным является Санкт-Петербургский экономический форум. Вот о нем сегодня пойдет речь в нашей передаче. Он является таким самым главным форумом из всех этих половодия различного рода экономических мероприятий или псевдоэкономических. На нем присутствует в обязательном порядке президент страны, на нем присутствует вся российская верхушка, имеющая отношение к экономике, приезжает множество иностранных гостей. Вот об этом хотелось поговорить сегодня. Я был участником трех экономических форумов, но в последнее время эти форумы превращаются в огромное, помпезное, абсолютно бюрократическое мероприятие с подписанием. Именно почему-то на этих форумах в мировой практике этого нет. Различного рода контрактов, меморандумов, протоколов о намерении, соглашении. Фигурируют цифры, миллиарды и триллионы. Ну, правда, потом все эти миллиарды и триллионы куда-то благополучно забываются по российской привычке. Но ведь самое главное, что-нибудь сказать о миллиардах. А потом, ну что ж, потом получается так, как всегда. На минувшем мероприятии в Петербурге, которое состоялось неделю назад, присутствовало 19 тысяч человек. Вот такой вот неслабый контингент. 19 тысяч. А бюджет этого мероприятия был 3, более 3 миллиардов рублей. Ну, пока рублей. И все же, почему надо смотреть это довольно скучное мероприятие, эти ритуальные танцы российских властей с понаехавшими буржуинами. А вот потому это надо смотреть, потому что здесь иногда и подчас и довольно интересно говорится о тех проблемах, о которых российские власти внутри предпочитают. Молчать предпочитают, не говорить. Ну, понятно, перед крупными и крупнейшими фирмами, которые присутствуют на этом форуме, перед иностранными гостями, в общем-то, довольно сложно говорить о том, о чем обычно власти у нас говорят с населением. Ну, правильно, народ берегут, волновать его лишний раз не надо. Итак, кто же был из иностранных гостей вот на прошедшем Петербурге экономической форуме, о чем шла речь на нем? Ну, что ж, давайте разберемся. А прежде всего, самым основным иностранным гостем был председатель КНР, Си Цзиньпин, с огромной свитой. Эта свита состояла из вот из тех 19 тысяч, о которых я говорил, полторы тысячи были представителей КНР. Ну, оказался это практически единственный глава государства, который присутствовал на этом мероприятии. Больше их, ну, за исключением президента Молдавии Дадона, который, в общем, непонятно, президент или не президент на настоящий момент, вот более других первых лиц государства, иностранных государств на форуме не было. Ну, было достаточно много крупнейших, представлены крупнейшие нефтегазовые компании, они были представлены очень серьезные, были представлены министры тех или иных стран, которые имеют отношение к нефтяной и газовой промышленности, и также к финансам. Ну, на форуме присутствовали, безусловно, представители Забайкальского края, это его зампредседателя провинции по инвестициям Михаил Чуркин, вот он представлял Забайкальский край на этом мероприятии. О чем шла речь? Вообще говоря, заявления на форуме было сделано немало, и они очень любопытны. Вот сейчас я более подробно об этом расскажу. Ну, на так называемой экономической панели, ну, странное название, но она вот именно так и называется. Присутствовал министр экономического развития России Орешкин, первый заместитель председателя правительства и министр финансов Сылуянов, руководитель Центрального банка Эльвира Набиулина, руководитель счетной палаты Кудрин, ну и так дальше. Вот, то есть, все российская верхушка, которая у нас именуется экономическим блоком, она, безусловно, была представлена. Так вот, очень интересно выступление этих представителей экономического блока. Было проявлено удивительно единодушие в их выступлениях. Значит, они в один голос говорили, я не буду подробно пересказывать все выступления, они сводились к одному, что темпы развития России крайне низкие, от 1-2 до 1,5%. Предпосылок развития выше мировых, о чем у нас постоянно говорит президент, вот этих предпосылок в общем-то не просматривается. Ну, и, как бы говоря, прорыва-то ожидать довольно сложно. А прорыв-то должен уже начаться через полгода. Мы-то к нему, наверное, уже приготовились. Очень любопытно выступил Кудрин. Ну, надо сказать, что Алексей Леонидович в силу близости к президенту может позволить себе довольно много чего-нибудь позволить другие высшие руководители. Вот он озвучил такую вещь, что отток капитала в Россию увеличился за последний квартал в два раза, да, 40 миллиардов долларов. И, в общем-то, этот отток будет продолжаться и продолжаться. Более того, Кудрин сказал, что наш президент Владимир Владимирович Путин, я дословно говорю, любит фокусы в экономической сфере. Ну, то есть, ставит настолько, вот это фокус-слово прозвучало дословно. Ставит настолько амбициозные задачи, что, ну, как бы, вот так выглядит. Когда, опять употребляю иностранное слово, модератор, то есть ведущий этой экономической панели, задал вопрос, кто в зале верит в ускорение темпов развития России, поднялась одна рука, вот из тех нескольких сотен человек, которые присутствовали в зале. Вот так выглядела экономическая панель. Помощник президента страны по экономическим вопросам господин Белоусов на другом мероприятии, а Белоусов – это фигура крайне влиятельная в экономических кругах, крайне близкая к президенту, который для президента готовит документы, очень многие. Он выступил со следующим заявлением, я вам дословно зачитаю его. Давление на бизнес со стороны силовых структур, контрольно-надзорных органов, таково, что масштаб проблемы зашкаливает. Вот оказывается, каким образом. И хватит на эту тему уже говорить. Сусины будут запущены, новые механизмы решения этой проблемы. И в течение двух лет мы, то есть правительство России, администрация президента, должны эту проблему решить. Мы в прошедшей передаче говорили о давлении властей на бизнес, о том, как это происходит. А вот это слова помощника президента. Ну, каким образом это будет решаться в течение двух лет, ну что ж, будем наблюдать. Посмотрим, как это будет происходить. И одним из мероприятий вот этого форума является, закрытое мероприятие, называется это «Завтрак Сбербанка». Ну, завтрак он, в общем-то, только по названию, а не по тем блюдам и напиткам, которые подаются. Просто он проходит очень раннее время, поэтому именуется скромно завтраком. Вот на нем присутствует, опять-таки, российская правящая верхушка и присутствуют представители крупнейших компаний, тех или иных. Вот на таком более свободном, чем экономической панели, было сделано ряд очень любопытных заявлений. Вот, скажем, Силуанов говорит, система управления госкомпаний неэффективна. Ну, вот таким образом. Шаронов Андрей, бывший заместитель министра экономического развития, теперь он руководитель фонда «Сколково» знаменитого. Он говорит следующее. На 80% знает, кто что и когда скажет, ощущение безнадёги. Но совершенно потрясающую вещь выдал господин Васильев, нынешний руководитель Дагестана. Вот он дословно заявил следующее. Законодательство, эта речь вы можете посмотреть, даже она в интернете есть. Законодательство прописано для воров и коррупционеров, его надо менять. Честно говоря, я абсолютно шокировал этим заявлением, потому что господин Васильев, он долгое время в Государственной Думе возглавлял Единую Россию, и возглавлял вот эту партию, благодаря которой вот эти законы и были приняты. Сейчас господин Васильев говорит, что всё это прописано для коррупционеров. Непонятно, каким образом всё-таки это работает. Опять-таки, на вопрос ведущего этого завтрака, господина Грефа, а там гостям раздаются такие пультики, с помощью которых можно голосовать. Так вот, на вопрос господина Грефа, могут ли национальные проекты, о которых мы говорили тоже на прошлой передаче, вывести Россию из стагнации, 78% участников ответили вот этого завтрака, ответили нет. Я подозреваю, что 22 участника, которые ответили, что у нас всё в порядке, это как раз российские чиновники. И венчало это мероприятие, панель, на которой был представлен доклад президента нашего Путина, и небольшой такой ответ на этот доклад председателя Канады Сыдзенпина. Ну, Владимир Владимирович у нас поведал о том, что вот сейчас глобализация у нас проходит. Глобализация навязана отдельными странами, он сказал, понятно, какими странами. И отдельные страны имеют выгоду этой глобализации, от неё страдают вот все остальные. И страна, ну, понятно, о чём идёт речь, которая вот возглавила эту глобализацию, она такова, что вот сейчас доверие к доллару, доверие к её валюте падает. Ну, не знаю насчёт доверия к доллару, но у меня как-то большие совмения насчёт доверия к рублю. Так вот, эта речь предназначалась не столько всем участникам, сколько господину Сыдзенпину, руководителю страны, которая сейчас находится в довольно сложных отношениях торговых с Америкой. И, видимо, была рассчитана на то, что вот будет ответная реакция, что мы вместе с господином Сыдзенпином будем бороться с проклятым империализмом, будем бороться с глобализмом, который нам навязали. А вот тут вот такая картина. Значит, вот эту речь, произнесённую господином президентом, один из его сподвижников, это господин Костин, глава банка ВТБ, который получает очень неплохую зарплату, 10 миллионов рублей в день, господин Костин в день получает. Вот он сказал, что это Мюнхен-2. У них в 12 лет назад был Мюнхен-1, где в 2007 году произнёс речь соответствующую господину президенту. А вот теперь Мюнхен-2 будет. Но, к сожалению, ни Мюнхена, ни 2 не получилось, потому что последовал очень интересный ответ председателя КНР. Председатель КНР сказал следующее, что глобализация – это историческая тенденция. Эту тенденцию не остановить. Есть те, кто от глобализации выиграл, и есть те, кто от этой глобализации проиграл. Ну, он говорит, что Китай от этой глобализации выиграл. И именно благодаря глобализации Китай стал тем, чем он является на сегодняшний день. Ну, вот такой вот был очень интересный ответ председателя КНР нашему президенту. На всём, в общем-то, дискуссия по поводу глобализации была закончена. Вот таким образом складывалась ситуация на Петербургском экономическом форуме. Она достаточно поучительна, она об очень многом говорит. И говорит для тех людей, для тех компаний, которые, в общем-то, во внутренней повестке дня у нас не присутствуют. Вот об этом хотелось сегодня рассказать. Вот об этом наша передача. Всего вам доброго. Берегите себя. Редактор субтитров А.Семкин